И о чем мы сейчас будем говорить? Мы не будем говорить о рекламе, хотя по сути события это и есть рекламный материал. Рекламный материал для СВАвто. Сегодня мы поговорим о тех вещах, которые люди хотят на вас заработать, но благодаря фирме СВАвто это делать не получается. Есть интернет, есть вопросы, можно отвечать и в интернете, но по сути вопросы для большего числа жителей Магнитогорска и окрестностей. А вопросы с автомобилями мы решаем вместе с СВАвто. К слову, вопросы о замечательном существовании ОНЫ и мы на это тоже отвечаем. Где все это делается? Здесь, на улице Октябрьске, 22. Теперь ответы на вопросы. В интернете, естественно. Часть из них, естественно, на русском, но большая и лучшая составляющая ответов, естественно, на английском. Кое я владею чуть больше, чем 90% обыкновенных россиян. И вот вам ответы на поставленные задачи. И вот о чем мы сегодня говорим. Вот это. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тренадцать, четырех, пятнадцать, шесть, пятнадцать, пять, пятнадцать, двадцать… Двадцать один. Двадцать одна запчасть с прошлого… Сегодня понедельник. В 10 часов утра я сюда приехал. Представляете, да? В прошлом сезоне ничего не забрали. В прошлой неделе еще не забрали. Сегодня, естественно, заберут Маленький, маленький А он же самый грамотный вопрос То есть, если вы зайдете в какую-нибудь другую контору Вы спросите, а где у вас количество запчастей Если будет столько Это еще хорошо, а может быть и не будет столько К слову о том, что К сожалению, да, или к счастью Для Онова Я тоже пытался Вы же понимаете, что количество Людей, которые хотят деньги заработать Ну, или в конце концов приобрести И вам это дело продать Достаточно большое, да? Так вот, я съездил в новых районах Решил там посмотреть Вы знаете, в новых районах уже Количество людей, которые продают запчасти Стало гораздо меньше По одной простой причине То есть, когда они продают вам запасные части Что они хотят сделать? В 90% случаев они хотят на вас деньги заработать Здесь деньги не зарабатываются Потому что все и так реально красиво То есть, свой Свой офис Ну, в смысле, это была квартира Которую также сделали Хорошие машины Да и все нормально То есть, ему не нужно на вас деньги В том количестве заработать Вы представляете? Вы покупаете запасные части По вполне привлекательной Еще раз вам говорю И изумительной цене Вот 210-220 рублей Стоят крышки Крышки для чего? Так это крышки для того, чтобы Вы могли закрыть Радиатор свой В принципе В принципе, я еще раз вам говорю Даже если что-то у вас не получается Вы сюда зайдите Может, наверняка Что-то вы здесь для себя приобретете Уж поверьте мне Как я люблю Форды Представляете? Форды мне очень нравятся Потому что Форд в свое время Так и сказал Что машина не должна Стоить дорого И в результате На Фордах ездила Вся Америка То есть В Америке Никогда машина Не была предметом Никакой роскоши Сегодня и сейчас У среднего Американца 2-3 А может быть 4 автомобили Вот В смысле у семьи Естественно Вот То же самое То есть Когда мне говорят А вот теперь Мы будем о другом вопросе Когда мне говорят Про китайцев Я сейчас задам вопрос А вы часто были в Китае? Я-то часто Мне приходится ездить Потому что вы знаете Мою проблемку, да? Вы знаете Если бы я бы Даже бы Сказал Насколько сейчас Велик Китай Я просто в Америке Давно не был Но я предполагаю Что Китай Сейчас В базе Он еще и круче Чем Америка По одной простой причине Вы это сможете увидеть Когда прилетите В любой Китайский аэропорт Там Такие Терминалы Ребята Вы когда потом В Россию прилетите Вы начнете понимать Что видно Что тут совершенно Все не так Какие там терминалы Какие там машины То есть если мы будем Говорить о Пекине В Пекине Конечно все В основном И на марке Ну в смысле То что производится В Китае Но это все Форды Тойоты Кстати Тойоты Камри Там Крамри Это есть Конечно Краун О Краун На левом руле Какая машина И вы что думаете Что там китайцы Если запасные части Плохие ставят Ну не надо мне Про это рассказывать Ребятки Время нехорошего Китая Достаточно давно И прошло Сегодня Сейчас Время Изумительного Китая Находится И если бы не Китай Я естественно Не летал На самолетах Так что Господа мои Китай Это очень хорошо И если честно Почему бы Вы не ездили На китайских Запасных частях Я себе ставлю На машину Японскую И до сих пор Все абсолютно Нормально Ровно И красиво Так что Не надо нам Говорить Что Китай Это не есть хорошо Китай по сути Круче чем Америка Я вам серьезно Об этом говорю Конечно Основной профиль Деятельности Компания Сверхтота Запасные части Но не только Запасными частями Вы здесь можете Себе и позволить Получить удовольствие Устанавливая их Машин Никаких проблем То есть СВ авто Вам везет Двигатели СВ авто Вам везет Коробки И вы Не Ремонтируя Коробки Потому что Я что-то не понимаю У нас Какие-то Такие Весьма Странные Цены На ремонт Коробок Одна Контора Вроде говорит Что цены Нормальные Может быть Так оно и есть Но когда Другие люди Говорят Что ремонт Коробки Стоит 70 тысяч Рублей И Меня Начинает Это немножко Поддергивать То есть Что такое Ремонт Коробки Автоматической Коробки В принципе Это один Вал На который Поставлены Такие Штучки Которые Привращают Вращательное Движение Жидкости В Механику То есть Первоначально Это первая Скорость Вторая Запим Третья Ну там Далее До 10 Если Такое Есть Но Основная Часть Это Как правило Четыре Скорости Вперед И Одна Туда И Обратно Обратно Выстанавливаете Машину И Включается Обратная Передача Которая Раскручив В Обратную Сторон Там В общем Представляете Один Вал И Пакетники Что в этом Сложного Гораздо Сложнее Сложнее Для Механическая Коробка По Одной Простой Причине Или Вы Думаете Что Человек Имеющий Два Высших Образования Это Сделать И Сможет Возможно Он Сможет Это Сделать Ребятки Ну давайте В конце Концов Отходить От Того Момента Что Вы На Магнитогорцах Деньги Делаете Это Мне Не Нравится Вот Так Вот Если Бы Это Все Вернулось На Круги Своя То В Принцип Почему Вы Нет Но К сожалению Магнитогорск Это Не Та Страна К слову О Что Вы Можете Себе Позволить Включив Интернет Это Только Здесь В Эфире Я Говорю Рекламу А На Моей Страничке Там Не Всегда Реклама Естественно Ну Да Ладно Мы Сегодня Про Эт Будем Говорить А Про Другие Вопросы Будем Говорить Про То Что Наконец Таки СВ Авто Потихонечку Не Торопясь Переходит К Работе На Всех Клиентов То Есть Пожалуйста Такие Штучки Очень Приятная Штука Если Что То Надо А Не Получается Это Только Сюда За Мною Также Находятся Клапана Много Что Интересного Здесь Сериально Много Что Интересного Теперь Вопрос Возникает Простой В принципе Мне Задают Почему Твои Машины Ездят На Десяточных Генераторах Я Говорю Ну Пункт Номер Один Фордовские Генераторы Достаточно Дорогое Удовольствие Десяточные Они Вот Так Продаются В свое Время Сейчас К сожалению Я так и не Понял Всегда Вы сможете Найти Или Заменить То Что У вас Неисправно И для Этого Приходите В магазин Своя Форд Покупаете Разные Качественные Вещи Конечно Здесь Немного Всего Но В принципе Для Среднего Покупателя Все Абсолютно Нормально К слову Мы О другой Вещи Будем Говорить О маслах Есть Два Варианта То есть Заливать Одно Масло Есть Ну Там Примерно 10-15 Километров Либо Делать Как Я То есть Что Я Делаю Я Беру Недорогие Масла Которые В принципе Есть В наличии А почему Я Беру Себе Недорогие Масла Почему Я Не беру Дорогие Масла Сейчас Объясню Чуть Чуть Дальше Будет Так Вот База У всех Масел Абсолютно Одна И Стоят Грубо Говоря 35 Рублей Литр А Когда Туда Добавляется Присад Когда Туда Добавляется Вау Такие Навороченные И Крутые Там Может Быть Шильдики Я Не знаю Насчет Присадок Я Не знаю Ничего Остального Но Если Честно И Если Честно И для России В том Числе Потому Что Когда Вам Говорят О Количество Масел И Когда Их Надо Менять Это Все Так Не Совсем Для России Это Дело Происходит Потому Что В России В Этой Замечательной И Достаточно Холодной Стране Ездит Всего Лишь Один Процент Автомобилей Всего Мира Ну Если Хотите Посчитайте Никаких Проблем Нет Просто Посчитайте Посмотрите Это Самая Холодная Страна И Всего Один Процент Автомобилей Мира Ездит Здесь О И По сути Вам Надо Быть Чаще Менять Масла Как Это Делаю Я То Есть Меняю Масло Каждые 5000 Км И Все Дальше Я Распакую Как Вы Поняли Так Наверное То И Произойдет То Есть Баннеры Один Баннер Стоит 5000 Рублей Четыре Баннера Это Как Раз Работа С Программой Авто Стоп Может Быть Вы Читаете Эти Баннеры А Может Быть Эти Баннеры Вы Не Читаете Да И Вообще Когда Мы Говорим О Телевидении Мы Говорим О Главных Мещах Телевидение Это Реально Круто Реально Круто И Поверьте Мне Ничего Рядом С Телевидением Не Стоит Это Не Я Говорил Это Гарри Гаррисон Читайте Книжки Фантастика Гарри Гаррисон Это Красиво Легко И Замечательно Молодец Пишет Просто Молодец Так Вот Он Так И Сказал Канал Президент Он Пошел Говорит А Почему Телевидение Почему Не Радио Почему Не Интернет Почему Не Газеты Говорят Ребят Вот Телевидение Люди Смотрят Телевидение Люди Смотрят И Благодаря Этому У нас Есть Замечательный Президент Российской Федерации И Поэтому Даже Телеканал Звезда Люди Смотрят Особенно Видим Меня Как Ведущего Программы Автостоп То Есть Наверняка Может быть Такое Случится Что Человек Работает С телевидением Ну Немножко Так Скажем Слегка Подвинет Других Людей Почему Нет Наверняка Такое Может Случиться Что Вы Поймете Что Зачем Платить Много Когда Платить Много И Ненужно Потому Что Вы Приезжаете Куда Вы Приезжаете В Све Авто На Октябрьскую 22 И Покупаете Себе Запасные Части К Слову О том Что Я Был бы Не Против С Вами Работать Но Вы Почему То Себя Ведете Странным Образом По Сути Событий Вас Везде Обманывают То Есть Вы Кушаете Шашлык Переплачивая За это Пять Раз То Стандартный Шашлык Стоит 70 Рублей А Вы За него Платите 280 Может 300 Вы Платите Стандартные Очки Против Солнца Естественно Базовая Цена 50 Рублей Вы За них Платите 200 300 500 А Иногда И 1500 Рублей Ну Да Ладно Вы Хотите Здесь На Вас Деньги В том Количестве Не Зарабатывают Здесь Просто Живут Для Магнитогорска И С Магнитогорск Естественным То Есть Ребят Я Еще Раз Объясняю События Запасные Части На Машины Они Конечно Стоят Денег Но Небольших По Сути Событий Когда Мы Говорим 5-6 Контор Производит Запасные Части Еще Если Взять Все В наличии Гораздо Меньше На УАЗ Еще Меньше На Газ То Вы Понимаете Если Вы Берете Машину Хорошую Типа Мерседес Сколько Запасных Частей Да Много Если Тойота Да Еще Больше Если Форд В Те Же Количество То Это Не Три А Тридцать Три Представляете Всегда Можете Выбрать Подходящий Вариант Тридцать